Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Лена Лай. Спасибо всем, кто подписывается на канал и присоединяется к телеграм-чату. Ну а переходим ко влогу канала Лена Лай. У Лены, конечно, дело не в проворот. Ей надо отрекламировать очки, которые она заказала на Wildberries. Очки солнечные, заказала целых три пары. И, конечно, она примеряла всё это, да. И вот я смотрю, вроде как утро, а Лена никуда не торопится. Она так не спеша всё это примеряет. Как-то вот она с чувством, с толком, с расстановкой всё это делает. И в то же время в прошлом влоге она говорила, что прям я каждое утро встаю в дни свет, не зря, потому как я привыкла рано собираться на работу, рано вставать и рано уходить на работу. Вот, ну не наблюдаем мы этого. То есть Лена в очередной раз нам врёт. Ну, в принципе, как я и говорила в прошлом своём обзоре. Лена врёт. И, как правильно вы заметили в комментариях, Лена врёт даже тогда, когда говорит, что у неё вышел очередной ежедневный влог. Не правда. Лена запросто может сделать перерыв в два, то и в три дня. Может в стрим выйти вместо влога. В общем, да, она себе позволяет много вольностей в отношении своего канала, но в то же время не устает говорить о том, что влоги у неё выходят прям, ну, ежедневно, ежедневно. То есть и тут тоже врёт, она всегда и везде врёт. Так что теперь я не знаю, можно ли верить её обзору, так сказать, да, вот её рекламе этих самых очков. Прямо она их такими расписала, ну, такими распрекрасными. И форма у них замечательная, и разная форма на сайте, ну, и так далее, и так далее. Единственное, что она не сказала, самое главное, она не уточнила, там стёкла или всё-таки пластмасса. Просто интересно. Ведь самое главное, да, пластик или стекло. И это очень влияет на зрение, к примеру, да. Пластик не особо хорошо влияет, стекло более-менее. Но это тоже надо учитывать, правда ведь? Правда ведь. Да и вообще как-то вот, вы знаете, Лена, как мне кажется, не свою форму оправы подобрала. Хотя, как Лена утверждает, такую форму очков давно хотела приобрести. Может быть, всё-таки очки такой формы, оправу такой формы, а не такую форму очков хотела приобрести давно. Ну, да, уже что сказала, то сказала. Говорит, надо позавтракать и съем-ка я мандаринку. Ну, или Климентина, что у неё там было. Потом говорит, нет, вот Андрей купил, да, классные эти мандаринки, хорошие, сладкие, легко чистятся. Но, говорит, не, конечно, этого недостаточно. Да, Лена, тут ты права, я тоже была удивлена, когда Лена сказала, не хватит одного мандарина на завтрак. Неправда. И приготовила себе она ещё бутерброды с красной рыбкой. Говорит, вот, как они так рыбу мелко нарезали? Ну, Лен, ну разве это мелко нарезано? Это ж тонко нарезано. Хотя, о чём это я? У тебя очень часто цены бывают дорогими или дешёвыми. Ну, а товар, соответственно, у тебя бывает высоким или низким, так что ли? Ну, видимо, так. Поэтому нет ничего удивительного в том, что рыба нарезана мелко. Ох, Лена, Лена. И, наконец-то, едут на работу. Едут на работу, заехала за Леной и Оксаной, и вот они стали рассуждать о том, в какой отель лучше им поехать отдохнуть. Ну, и вообще, Лена говорит, меня часто спрашивают. Думаю, ну вот кто тебя спрашивает? Да ещё и часто. И Лена, как будто бы, прочитав мои мысли, выводит на экран текст комментария. Мол, Лена, расскажите, в какой отель лучше поехать? Ну, что-то в этом роде. И Лена, давай рассуждать, пускаться какие-то сложные рассуждения, объяснения дам. И, конечно, она рада, что её спрашивают, что её мнениями интересуются. Но, опять же, я не уверена в том, на сто процентов, что этот комментарий не написала сама Лена или кто-то из членов её семьи. Потому как человек, который хочет узнать что-то про отель, про тот или иной город, про какой-то курортный регион, он пойдёт. Конечно же, к туроператору в первую очередь. Поинтересуются у туроператора. Потом он посмотрит в Ютубе каких-нибудь травел-блогеров. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Но никак не спросит Лену, никак не видит в Лене эксперта какого-либо. Ведь если он действительно смотрит влоги Лены достаточно давно, ну, хотя бы год, вот, к примеру, как я, да, может он понять, что Лена предпочитает отдыхать всё-таки не столько в отеле, сколько в квартире. И снимает она эту квартиру сроком на месяц, а может быть, даже чуть дольше, чем на месяц. Они там останавливаются, понимаете, в чём дело. Поэтому спрашивает про отель у Лены, ну, так себе, конечно, идея. И вот Оксана тоже рассказывает, с её точки зрения, какой отель лучше, какой хуже. Ну, правильно, вот тут я с ними соглашусь. То, что хорошо Лене, может быть плохо её зрителям. И наоборот. То есть у каждого свои, конечно, какие-то предпочтения. Правда ведь? Правда ведь. И, кстати говоря, Оксана, прежде чем сказать что-то, она спросила разрешение у Лены. Мол, Лена, можно я тебя перебью? Можно тебя перебить? И как-то так вот она обратилась к Лене. А что делает Лена? Она никогда не спрашивает Оксану, можно Оксану перебить, нельзя Оксану перебить. И вообще не имеет никакого значения, когда ли она собирается встрять в разговор Оксаны. То ли это влог Оксаны, то ли это влог Лены. Лене всё равно абсолютно. А Оксана, видите как? Она спрашивает разрешение у сестрички, можно ли ей слово молвать. Вот так. И вы знаете, я обратила внимание на чёлку Оксану. Вот Оксана сидела за рулём, вела машину. И, конечно, было очень забавно на неё смотреть. Почему? Потому как она выглядела крайне странно и нелепо. Эта чёлка, она, во-первых, у неё выстрижена очень непонятно как-то. Как-то вот сбоку она у неё. Ну, думаю, ладно, это полбеды. Получается, с одной стороны, Оксана как будто бы вообще лысая. С другой стороны, вот эта вот, ну, будем говорить, густая. Хотя там до густоты очень далеко. Ну, такая объёмная, будем говорить так, да, чёлка. Ладно, это полбеды. Но самое интересное, когда Оксана слегка вспотеет, ну, Оксана не получается слегка вспотеть. Она, если вспотеет, то вспотеет. И лоб, соответственно, у неё тоже взмокнет. И вот эта вот чёлка, она прилипает к колбу и прямо вот сливается с лбом, да, образуя с лбом единое целое. И какая-то она такая плоская, эта чёлка получается. Ну, это какой-то кошмар. Оксана хвостик завязала. И, казалось бы, да, там из-за объёма её волос кажется, что волосы густые. Ну, нет, это грянуло на хвостик. Ну, никакой вообще. И опять же, где те самые локоны Оксаны, которые спускаются по спине прямо к Оксане на филейной части? Где это всё? По рассказам Лены именно так и было. Она сказала, что у вас у всех плохие волосы, а вот у Оксаночки классные волосы. Где? Главное, длинные. Не классные и уж тем более не длинные. Сначала я подумала, наверное, я что-то не так понимаю, да? Не так вижу, не так смотрю. Ну, мало ли что. Но нет, потому что стала присматриваться, действительно, длина волос Оксаны, ну, чуть не исключение, но не более того, да? А как Лена нам говорила про её волосы, про длину её волос. И я так глянула на хвостик, ну, там совсем нет у неё густоты волос, абсолютно нет. У неё получаются очень редкие волосы, да. Да, за счёт того, что волосы бьются, создаётся какой-то объём визуальный, но не более того. И Оксана рассказывала, какой это ей больше понравился, куда бы она хотела съездить, что сколько стоит, ну, и так далее. Употовляется сестрички. Приехали на работу. Лена говорит, что на ней сейчас надета кофта с бабочками. Думаю, так, у Оксаны это называлось свитер с бантиками. У Лены называется кофта с бабочками. Думаю, ну, как так, девочки, вы определитесь, то ли это бабочки, то ли это бантики, то ли это свитер, то ли это кофта. Так, определитесь. Вот, ну, а вообще-то, по большому счёту, там никакие не бабочки и никакие там не бантики. Там, конечно же, цветочки. Но ни Лене, ни Оксане этого не постичь. Наработались девочки. А что они делали? Ну, в принципе, ничего особенного. Лена показывала опять отели, она уже открыла ноутбук для того, чтобы не быть голосом, она стала показывать эти самые отели. Ну, опять же, кто захочет, тот сам откроет ноутбук и сам всё посмотрит. Стала показывать отели, рассказывать, сколько они стоили, сколько они сейчас стоят, ну, и так далее. В общем, она говорила про очевидные вещи. Но, видите, она говорила это всё с умным видом и изо всех сил изображая какого-то там действительно тревел-блогера. Наработалась Лена и говорит, надо поесть обязательно. И сели они с Оксаной в машину и поехали поесть. Говорит, где-то есть ресторанчик, где можно поесть комплексный обед за 350 рублей. Думаю, о, так это же ещё дешевле получается, чем их Найс Прайс Кафе. И действительно, Лена тоже об этом сказала уже, правда, в конце влога. Лена тоже заметила, говорит, вот мы ездили в Найс Прайс Кафе и в разные точки города ездили. Ну, правда, сеть-то одна и та же, но тем не менее. Но, говорит, оказалось, где-то тут поближе и подешевле есть. И купила она два обеда по 350 рублей. Два подумала она про Ваню, про Андрея она подумала. И сама она там тоже поела. И Оксана тоже купила комплексный обед для Юры. То есть сама поела, ещё и для Юры купила. Ну, кстати говоря, думаю, Юра отдаст ей деньги или нет, или как. Ну, вот, у них-то бюджет раздельный. Так что теперь Лена сказала, что, в принципе, потратишь ты дома те самые деньги, если не больше, да. И нет никакой гарантии, что ты приготовишь что-то удобоваримое. Поэтому Лена теперь будет покупать комплексные обеды где-то вот в городе. В этом самом кафе, в этом самом ресторанчике. За 350 рублей. Там и суп, там и салат, что-то там ещё. В общем, Лена счастлива. Ну, а счастливы ли будет Андрей и Ваня, увидев такой обед, не знаю, Лена об этом не расскажет. Хотя это будет в любом случае вкуснее, чем то, что приготовила бы Лена. Ну, согласитесь, по крайней мере, вид у этой еды более, ну, аппетитный, будем так говорить. Более аппетитно всё выглядит. И, соответственно, я думаю, всё-таки и Ваня, и Андрей поедят с удовольствием этот обед. С большим удовольствием, чем ели бы то, что приготовила бы им Лена. Ну, вот таким вот получился у меня обзор влога канала Лена Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok